13.07 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и «Особое мнение» сегодня выскажет Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар», наш коллега-соведущий, постоянный эксперт Николай. Добрый день. Добрый день, Юлия. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Вначале я напомню, как можно с нами связаться. Это можно сделать через сайт teho-kirova.ru. Там есть раздел «Анонсы». Свои вопросы можно оставлять там. Можно писать мне в Твиттер. Также нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте teho-kirova.ru. Есть ссылка на видеотрансляцию. Итак, Николай, давайте начнем с нашей любимой темы. Вот я заметила, как вы приходите ко мне в гости, так обязательно случается что-нибудь политическое. Политическое все время случается. Видимо, просто когда вы меня видите, вам хочется о чем-нибудь политическом поговорить. У меня рефлекс, который связан с вами. Ну вот, смотрите. Сергей Щерчков. Теперь вслед за ним Алексей Вершинин. Покинули правительство области. Началось? Ну, оно и должно было начаться. Другое дело, что когда, я немножко, конечно, был удивлен, что так рано началось, да? Но ведь когда Васильев приехал в Киров, он прямо сказал, что состав будет меняться, правительство. И об этом ему, кстати, и Михаил Бабич сказал, что ждет кадровых решений. И он объявил принцип, по которому эти кадровые решения будут производить, что человек должен быть профессионалом соответствующему рабочему месту и хотеть иметь желание работать именно в том направлении, в котором определенный губернатор новый, то есть глава региона. Ну вот, соответственно, видимо, пока вот первые двое, это те, которые, ну, либо не изъявили желание работать в том направлении, которое он объявил, ну, либо, по его мнению, не являются профессионалами. Что тоже вполне возможно. А Вы считаете, все-таки сами не изъявили или их ушли? Здесь, скорее всего, все же делается очень красиво, то есть человек, конечно, уходит по собственному желанию. Ну, если бы он, скажем так, не ушел по собственному желанию, тогда бы он получил какую-то запись, там, свою трудовую книжку, свою биографию неприятную, это никому не нужно. Поэтому это нормально, ничего плохого они не сделали, чтобы им не уйти по собственному желанию. Поэтому все нормально, все по согласию сторон, как говорят. Хотя подоплека вот этих вот увольнений, она просматривается, потому что, например, Шерчков, он же курировал в том числе лесную отрасль, по которой очень много вопросов. Я думаю, они уже доведены до главы региона. Он ведь у нас не забывая, он же у нас бывший аудитор счетной палаты. А у нас в Кирове есть своя контрольно-счетная палата, которая очень много публикует материалов, проверяя различные отрасли, куда уходят областные деньги. Я очень внимательно всегда читаю, многие не дочитывают до конца зря, там довольно-таки длинное сообщение. Сначала идет очень много цифр и все позитивное, что было сделано за государственные деньги, а потом идет самое интересное. И когда читаешь, что самое интересное, волосы встают дыбом. Поэтому все, что касается в том числе развития малого предпринимательства, была проверка. И они ведь проверяют не только, насколько правильно расходуются деньги, они еще проверяют эффективность расходования и результативность расходования, то есть достигнуты ли заранее объявленные результаты. И чаще всего эти результаты оказываются не достигнуты, то есть деньги потрачены неэффективно. А с нашим бюджетом тратить неэффективные деньги просто нельзя. Все должно, каждый рубль должен что-то приносить. Поэтому я не удивляюсь, что он начал именно с человека, который курил в лесной отрасли развития малого бизнеса. О бедах малого бизнеса мы говорим здесь, по-моему, каждую неделю. А то, что этот человек является одним из ближайших друзей Никиты Белых, это не сыграло свою роль? Ну, в правительстве остались люди, которые также являются ближайшими друзьями Никиты Белых. Ну, взять того же Бориса Веснина, но он же сидит на своем месте, я думаю, будет сидеть еще до 18 сентября, как минимум. Борис Геннадьевич отвечает за предвыборную кампанию, это логично, что он будет сидеть на своем месте. Все же за что-то отвечают, понимаешь, все за что-то отвечают. У Бориса Геннадьевича есть прекрасный заместитель Николай Петрович Коев, который тоже отвечает за предвыборную кампанию. Он мог вполне довести ее до конца. Тем не менее, Борис вот остается, Борис Геннадьевич. А вот в Червков Ювершу не нужны. Так что я не думаю, что это как-то связано с тем, что это личные друзья Никиты Юрьевича. О том, что Васильев будет избавляться от друзей Никиты Юрьевича, я думаю, он не мог не заявить и не мог таким образом чистить правительство. Главное для него все-таки профессионализм и желание работать. Если вдруг Никита Юрьевич, он профессионал, он желает работать, почему нет? Ну вот, если уже говорить про Никиту Юрьевича, ему продлили до декабря арест, вы ожидали этого решения? Да, безусловно. Объяснить почему сразу, да? Вот мне, знаете, что интересно, с какой формулировкой? Ну, я думаю, многие ожидали, с какой формулировкой продлили ему арест, а с формулировкой, чтобы он не скрылся? В связи с тем, что продлен срок следствия, во-первых. Ну да, и чтобы он не скрылся и не оказал давление на следствие. Вот, когда выбирается мера пресечения, то смотрят на то, насколько человек способен оказывать давление на свидетелей, да, каким-то образом влиять на то, чтобы они... Есть же даже анекдот, знаешь, такой очень хороший, да, вот, водосчетчик, установленный в здании Басманного суда, с утра изменил свои показания. Поэтому, чтобы такого не происходило, желательно, чтобы человек не имел вот таких прямых рычагов воздействия на людей, которые могут выступить свидетелями по его делу. Это вполне себе разумно. И аргументы о том, что Никита Юрьевич сейчас в отстраненном должности не имеют, как бы, полномочий, чтобы влиять, он не очень правильный, потому что речь идет о неких финансовых махинациях, как я понял, да? То есть речь идет о взятках, каких-то еще вещах, то есть следствие идет довольно-таки бурно, вот. Вот. А в вещах финансовых как раз должность не имеет большого значения, имеет значение хозяин этих финансов. Если речь о том, что есть некие финансы, которые под отчетом Никите Юрьевичу, то он будет им распоряжаться, и людьми, у которых они находятся в ведении, он будет распоряжаться, невзирая на свою должность. Так ведь речь идет о неких финансовых делах. Поэтому он в любом случае может потенциально оказывать влияние на ход следствия. Я понимаю, следователи, прекрасное дело непростое. Вот такие какие-то помехи им совершенно не нужны, поэтому Никите Юрьевичу придется почти до Нового года это точно совершенно пробыть под стражей. Ну а помните историю с Березиным, когда Олег Юрьевич тоже очень долго пробыл под стражей, а потом его выпустили, и по сути... Ну и в итоге оправдали, да? Да. Да, такое тоже бывает, но мы можем вспомнить и другую историю с Алексеем Навальным, который, собственно, не так уж много был под стражей, но в итоге, по моему мнению, не совершив вообще ничего, что выходит за рамки бизнеса, получил 5,5 лет срок условно, хотя бы на срок срок. То есть у нас истории бывают разные в наших судах. Так что это было бы желание, было бы взаимное желание подследственного и следствия, и там можно к чему-то прийти. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова. Нам сейчас нужно прерваться на небольшой перерыв, очень скоро мы вернемся, поговорим еще немного о Белых, о доходах кандидатов в депутаты Государственной Думы, про опрос Левада Центра. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в эфир, это особое мнение Николая Голикова, меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Николай, вот вы знаете, что в правительстве области дресс-код ввели? Нет, я редко туда хожу, поэтому не знаю. Вот я вам сообщаю, в правительстве области, несмотря на лето, жару, отсутствие кондиционеров во многих кабинетах, теперь все обязательно должны быть в костюме и при галстуке. Я думаю, это совершенно правильно, потому что это работа чиновника, это работа, как, знаешь, как солдат, он все время должен быть в форме. Да бог с вами, Николай. А как? Солдат все время должен быть в форме, чиновник все время должен быть в форме, это его рабочая одежда. Как даже школьников он надевает в школьную форму. Да подождите, вы говорите сейчас не о содержании, а о форме. Да какая разница, во что он одет, лишь бы он работал хорошо, нет? Вы думаете, форма и содержание не взаимосвязаны? Это как-то не по-марксистски даже немножко. Он же, конечно, на марксизме воспитывал. Форма и содержание, они всегда взаимосвязаны, они взаимовлияют. Подождите, подождите, а вот, например, вот представьте, да, ходит чиновник в рубашке с коротким рукавом без галстука, либо ходит... Я сразу Никита Юрьевича увидел. Доходился в рубашке с коротким рукавом без галстука. Николай. Но это чисто его противод, еще слегка не брит, а еще иногда в трениках в районах. Это некрасиво и неправильно. Я думаю так. Во-вторых, когда речь идет о Дрескоде, да, он должен быть в галстуке и в рубашке, да, и когда человек в галстуке, он обычно надевает рубашку с длинным рукавом. Это, извините, как бы традиционная мужская мода, она редко меняется. Она очень традиционная, очень консервативная. Соответственно, если он в короткой рубашке с коротким рукавом, то он галстука не надевает, да. Нет, слушайте, а вас не смущает то, что изменения начинаются с формы, а не с содержания? Изменения начались с содержанием. Только что начались с того, что уже изменяется содержание. Изменяются какие-то постановки вопросов, изменяются уже люди в правительстве, да. Понимаешь? Идет изменение. И в том числе, когда новый человек приезжает и смотрит, как все происходит, он обращает внимание в том числе и на форму, потому что он-то прекрасно понимает, что это вещи взаимосвязаны. Это есть элемент дисциплины. Ну а как отражается на работе? Вот в галстуке он ходит или без галстука? Вот знаете, Юль, что надо сделать? В следующий раз я приду к вам на эфир в галстуке. И вы сразу заметите, как по-разному эти два эфира прозвучат. Понимаете, это все равно форма, она подталкивает человека к определенному поведению. Я очень долго служил в Советской Армии, поэтому как бы прекрасно понимаю, что когда ты в форме и без форме, ты разный человек. Вы приучены к дресс-коду. Ничего плохого в этом нет, потому что это правительство области, оно должно выглядеть красиво и, может быть, даже слегка унифицировано однообразно. Я не имею ничего против этого. Я готов ходить в какие-то пресс-конференции в пресс-конференции, в пресс-конференции, одевая гостюм и галстук. Я, кстати, на презентацию Васильевая как раз приходил в костюме. Я как-то, видимо, прочувствовал, что так оно и будет. Хотя было, кстати, очень жарко, а я жару плохо переношу. Николай, вот недавно на Медузе появилась статья про нашего в Рио губернатора Игоря Васильева. Называется она «Человек из Росреестра». Я цитировать, наверное, из нее ничего не буду. Она длинная, содержательная. Рекомендую загуглить тем, кто не читал. Но общий смысл такой, что при Васильеве в Росреестре не все было гладко. Были факты сокрытия информации об имуществе чиновников. Детей чиновников, скажем так. Детей чиновников, да, хорошо, родственников чиновников. Ну, в общем, что не все так радужно было, как нам это пытаются представить. Вот как Вы считаете, это так и есть? Какие Ваши впечатления вообще об этом материале? Я прочитал, и вообще довольно-таки много материалов разнообразных выходит о Васильеве. Правда, честно говоря, мне уже начинает становиться скучно читать, потому что когда мало информации, она в таких-либо иных видах начинает пережевываться, перефорентироваться и подаваться снова, то уже становится скучно. В том числе, этот материал, про который Вы говорите на «Медузе», я прочитал уже после еще нескольких материалов аналогичного свойства. В том числе, там вот указывалось на эту информацию, которая поступила из фронта борьбы с коррупцией, о том, что именно при Васильеве стали в документах шифроваться имена, родственников, в том числе, там, генерального прокурора, кого-то еще не помню, потому что по фамилии. Что я тут могу сказать? Дело в том, что мы живем с Вами в условиях определенного режима. Этот режим мне, например, не нравится, но он есть. Я одно из правил игры в этом режиме. Тут никогда своих не сдают и всячески покрывают своих родственников, и вообще своих, вот в кавычках слов, своих. Мы можем об этом поговорить, кстати, это и на кировском уровне происходит. Поэтому ничего удивительного в том, что эти имена были скрыты, я не вижу, потому что этот человек работает в этой системе. И если ему поступила, скажем так, рекомендация из вышестоящих кругов, что не надо афишировать имущество, например, детей и ген такого, надо бы сделать так вот и так. Он это сделал. Чиновник, который работает в этой системе и по ее правилам. Тут ничего личного. То есть это никак не характеризует человека, это просто он человек системный. Да, это человек системный, он работает по ее правилам. Он знает эти правила, он знает, как их соблюдать. Он их соблюдает. Насадочка не осталась у вас после этого. Нет, нет, потому что честные люди в карты не играют. Это моя присказка, которая всегда к власти относится очень хорошо. Не надо вот там искать каких-то особо честных людей, что-то еще. Все играют по правилам той игры и стараются смутливать где только могут. А что насчет Кировской области? Насчет Кировской области, вот как раз речь, когда идет о Васильеве, о том, как он будет формировать правительство, это вот одно из главных пожеланий, которое звучит, скажем, ну, условно говоря, в нашей какой-то экспертной среде, это то, чтобы он отказался от этого принципа. Работать только со своими. У нас ведь сейчас как? У нас везде и всюду свои, по примеру, вот как бы советские номенклатуры, да? То есть вот как Николай, по-моему, Пехтин сказал, у нас интересные очень социальные лифты. Эти лифты двигаются только вверх. То есть человек может там не работать, там или плохо работать, или там что-то нарушать. Он всегда двигается вверх. А люди, которые, может быть, и талантливы, и профессионально не попадают в этот лифт, потому что они не свои. Понимаешь, о чем я говорю? Вот. Поэтому, как бы, вот когда идет речь о формировании, как будет Васильев формировать свою команду, речь сразу идет о том, а где он, собственно говоря, будет брать, если он будет придерживаться принципа своих. Тем более он говорит о том, что работать будет по проектному принципу, да? Мы будем работать по проектному принципу. Проектный принцип предполагает межведомственное сотрудничество. То есть там должны быть люди из разных ведомств, из разных организаций, специалисты. То есть, по идее, любой проект должен заливать именно специалист некий. А если среди своих этого специалиста нет, то этот проект будет провален, соответственно. Так ведь? Ну вот. Этот вопрос, к сожалению, есть. Потому что если мы посмотрим, как устроена наша тоже городадминистрация, да, то там и случайных людей вообще нет. Кстати говоря, о том же Алексея Вершинине, да, который вот ушел из правительства, он же пришел за городской администрацией, а в городской администрации чужих людей не держит. Понимаете? Вот этот принцип как раз похожий. Васильев хочет нарушить. Это мне нравится. Ну вот, если уж мы заговорили с вами про команду, на сайте newsler.ru появилась статья о том, что Васильев сделал своим советникам коллегу из Росреестра по Ростовской области Константина Мищенко. Правительство Кировской области пока эту информацию не комментирует. Наши коллеги просят официальный запрос прислать. Это вот как? Свои? Дело в том, что есть некие позиции в любом правительстве, которые должны занимать люди, которым ты доверяешь. На данный момент в Кирове у Васильева таких людей по определению быть не может. Он их не знает просто так. В процессе работы, возможно, появятся, этих людей сейчас их нет. Поэтому на какие-то ключевые посты, которые требуют именно полного доверия со стороны руководителя, а это в том числе и вопросы финансов, вопросы пиара, предположим, информационной политики, это может быть еще нескольких таких ключевых вопросов, которые есть у нас. Это может быть вопросы по кадрам, по лесу, почему-то еще. Каким-то образом сейчас должны появиться люди, которых он знает, которым он доверяет. Потом они могут уехать. Так что ничего удивительного в том, что появляются люди, ему знакомые по прежней работе, и они вижу, что такие люди должны появиться. Должны появиться какие-то представители, может быть, из Росреестра, может быть, из Республики Коми, где он довольно-таки долго работал, насколько я знаю, там есть определенное кадровое шевеление в сторону Кировской области. Они появятся. Удивляться тут нечему. Конкретно вот по господину Миченко я ничего сказать не могу, потому что... А расскажите, пожалуйста, про кадровое шевеление в сторону Кировской области. Нет, ну он же довольно-таки долго представлял Республику Коми в Совете Федерации. Да, это я помню. Просто, видимо, только вам известно про кадровое шевеление. Почему мне только известно? Я буквально вчера говорю с людьми из Республики Коми, которые тоже собирают своими ушами какую-то информацию, да? И, видимо, те люди, которые знакомы, Игорь Владимирович, по работе в этой Республике, возможно, уже получили какие-то предложения, может быть, ждут их. Тут трудно сказать, да? Ведь у нас такого рода назначения, они не афишируются заранее. Тем более, когда речь идет о людях, связанных со структурами внешней разведки и так далее. Там все же товарищ Юстас, товарищ Алекс и никакой информации больше. Но движение там есть. И я так полагаю, что кого-то из Республики Коми мы у нас увидим. У меня такое предчувствие. Скажем так. А как Вы считаете, какую часть команды заменят? Опять же, он может остановиться на тех изменениях, которые есть сейчас, если убедиться в том, что все остальное работает. Есть желание работать. Так ведь? Он может, постепенно входя в курс дела, менять каких-то людей, информация о которых оказалась, например, недостоверной. Например, он сейчас очень много и радостно говорит о нашем сельском хозяйстве. Я думаю, когда он поймет, как там все на самом деле обстоит, то, возможно, он поменяет и министра сельского хозяйства, своего заместителя. Во-вторых, безусловно. Понимаешь, когда Никита Юрьевич назначил 11 заместителей. Все сразу вспомнили фильм «Одиннадцать друзей Оушена». Это было в такой степени, ну, как бы сказать, ужасно, когда у руководителя области с маленьким бюджетом, с дефицитным, появляется 11 заместителей, в то время как в соседней Нижегородской их всего, по-моему, 4 или 3. Точно не могу сейчас вспомнить, да? И он как бы говорит, что у нас так много задач, нужно так много людей, но для этого есть там просто главы департаментов, например. Не обязательно повышать их статус. Я думаю, что он, конечно, эту структуру изменит. И поэтому в связи с этим тоже какие-то сокращения произойдут. Вероятнее всего, как это случилось в Калининградской области, в Ярославской, где также были назначены представители силовых структур, губернаторами, появится должность председателя правительства, отдельно взятая. Вероятнее всего, как и там будет усилен блок администрации правительства, то есть блок, который, собственно, занимается всеми техническими вопросами, бумагами и прочими вещами, потому что это очень важно, какое слово в документе появится, какое нет. Если твоя администрация тобой не контролируется, ты можешь иногда принимать решения, которые не тобой продиктованы. Это очень важно. Поэтому я думаю, что он будет очень хорошо прочистить, эту администрацию поставить там именно человек, которому он доверяет. Поэтому изменения, конечно, еще будут, может быть, не такие быстрые. Это неизбежно. Ну, но, если у вас, если у вас прогнозы, кто все-таки останется? Вот некоторые эксперты говорят, что Кузнецов останется точно. Здесь ведь, опять же, судить не нам. Это вот как мы гадали, кого к нам назначат, да, губернаторы? Но это же интересно. Мы исходим из каких-то своих пониманий. Мы исходим из нашего впечатления, да, предположим, мне всегда был симпатичен Алексей Вершинин, да, внешне, вот когда он работал в бизнесе, мы с ним как-то даже общались там было, вот, он мне был очень симпатичен. Когда я стал смотреть то, что он, собственно, делает как министр, он стал мне гораздо менее, понимаешь, симпатичен, потому что я понял, что он, ну, прошу прощения, если это будет обидно, он больше говорит и как-то меньше делает. А по принципу нового губернатора, как он сразу сказал, что я как-то человек, который любит больше делать, меньше говорить. Так ведь? То есть, как бы, ему не надо рассказывать там о каких-то планах, проектах, чего-то, надо просто брать проблему и решать их, собственно, заниматься делом. Поэтому я не знаю, кого он оставит, я не знаю, это решать ему. Я почти уверен, что в правительстве останется Александр Александрович Галицкий. Я надеюсь, что я не накаркаю и не испорчиваю этим его карьеру, потому что, ну, кто знает, может быть, сейчас кто-то слушает, говорит, ага, и опять взяли и вычеркнули, да? Надо немедленно уволить. Потому что этот человек, который, ну, как тебе сказать, который умеет разговаривать с людьми, который умеет разговаривать с людьми, который умеет донести даже самое непопулярное решение до людей, как бы, объяснив, почему они принимаются. А вот вы только что про дела говорили, Николай. А сейчас про то, как он говорит. Нет, так он говорит о делах как раз, которые сделаны, которые совершены, какие решения приняты и почему они такие. То есть он может объяснить политику, правительство, это тоже немаловажно понимаете и к тому же блок который он курирует довольно таки сложно и он в нем разбирается он профессионал именно в области скажем образования совершенно точно без всяких разговоров поэтому я говорю что скорее всего он останется да и к тому же не надо забывать что ему осталось до пенсии один годик ну кто же хорошего человека прогонит поэтому мое мнение ты спросила мое мнение мое мнение что это Александр Галицкий я думаю останется про Кузнецова Алексея Борисовича если он посчитает нужным я думаю этот человек очень толковый вот мое впечатление на нем очень толковый он на самом деле понимающий свою работу он хорошо разбирающийся в вопросах и финансовых и в вопросах бизнеса если он посчитает возможным остаться здесь и работать по принципам нового губернатора я буду только рад понимаешь но опять же это решать будет Игорь Владимирович Васильев а может быть и Алексей Борисович найдет какую-то себе другую более такую интересную с его точки зрения но если бы вы решали кого бы еще Николай оставил если бы я решал Юль я бы честно говоря разогнал всех если бы я это решал вот но так как от моего мнения ничего не зависит то соответственно надо гадать и кто останется а почему всех а потому что прекрасно отзывались про галецких кузнецов но я же сказал что галецких кузнецов то на мой взгляд должны остаться поэтому я когда говоришь я уже как бы имею ввиду всех остальных а всех остальных разогнали потому что претензии серьезные довольно таки есть практически по каждому направлению работы условно говоря от сельского хозяйства там ну как у нас раньше была последняя точка где работал чиновник это сельское хозяйство да а еще культура культуры там условно говоря и до вопросов экономики инвестиций скажем так такие довольно таки серьезно очень сильное нарекание к работе правительства есть практически по каждому вопросу и очень много вопросов почему именно происходит именно так они по-другому в том числе по каким-то инвестиционным проектам по каким-то людям которые появляются в области по каким-то стройкам и так далее по тем что промпарком возникает очень очень много вопросов почему это делается именно так и куда собственно уходят средства николай нам надо сейчас с вами прерваться на рекламу это особое мнение николая голикова мы через пару минут вернемся особое мнение на 101 фр мы возвращаемся в эфир это особое мнение николая голикова главного редактора журнала товар деньги товар давайте николай продолжим про тему общероссийские тут вот например левада центр опросил россиян на тему предстоящего голосования и выяснилось что 23 процента наших сограждан заявили о готовности продать свой голос на предстоящих выборах в госдуму а цена указана да сейчас я вам скажу вот 11 процентов респондентов готовы продать свой голос за 5 тысяч рублей еще пять процентов россиян заявили что могли бы продать свой голос за более значительную сумму но видимо вот эти 23 процента дешевле пяти тысячи готовы продать ну пять тысяч представить для города кирова мне кажется у нас за 500 рублей покупали голоса в городскую дума насколько я помню я это помню да то есть такая вполне таксо нормально и так как смотри ведь по большому счету люди которые зависят от власти они так или иначе свои голоса всегда продают только не за деньги а скажем за нематериальный такой ресурс то есть за какое-то благорасположение на работе за финансирование из областного бюджета там за какие-то преференции вот такого плана вот то есть они на самом деле все равно свои голоса продают за свое дальнейшее благополучие в связи именно с тем что они правильно проголосовали за свое личное место благополучие они за благополучие поэтому ничего страшного в этом нет если вы просто можно было покупать голоса вот как вот есть государство где у нас чтобы от армии откосить до взятки дают а там просто платят государству и не ходят в армию да нормально честный прибыль государства и то же самое здесь почему бы нет если это сделать легальным легальные вполне процедуры я бы не отказался я честно говоря свой голос за 5 тысяч продал бы даже наверное поменьше потому что ничего все равно в итоге мы их каким-то образом продаем я о чем говорю да то есть там когда речь идет о сельских учителях там о медиках о других бюджетниках работников культуры когда к ним приезжает дом культуры извне глава муниципального образования уж не буду назвать фамилиями именно городкиров и говорит надо проголосовать и привозит с собой двух товарищей за которых нужно проголосовать вот у вас что там проблемы с ремонтом дома культуры там у вас проблемы там библиотеки пол проваливается все так вот как вы про насколько вы правильно примите решение настолько быстро будут решены эти вопросы понимаешь то есть они на самом деле продают свои голоса за ремонт здания за ремонт пола за смену окон и так далее ну хорошо с бюджетниками более менее понятно там были даже истории на прошлых выборах мне кажется кордуму когда просили бюджетников сфотографировать как они проголосовали не только в гордуме да это на больших предприятиях кстати было не только у бюджетников это было на больших коммерческих предприятиях где тоже есть суровая дисциплина но вы-то ведь не бюджетник ни от кого вы не зависите в правительстве вы не работаете получается вот что юль значит у нас большинство людей которые ходят в сентябре на выборы это как раз бюджетники у нас так устроен один день голосования что остальные люди в это время заняты чем-то другим большинство людей как раз это бюджетники и вот этот мой одинокий голос который я в это время подаю скажем ну может быть не так как они на самом деле ничего не меняет ну кроме моего состояния личного то есть я прошел проголосовал за тех кого я в данный момент считаю нужным потому что я на самом деле ни от кого не зависит но получается так что я делаю это за даром я получаю моральное удовлетворение но не получаю финансово поэтому я бы пожалуй продал все равно это ничего не меняет но я по крайней мере был вот я думаю если придумать вот такую форму помощи бюджетникам я буду только за потому что они очень плохо живут им лишние 5000 сентября бы не помешали просто официально платить им 5000 пусть голосуют именно работникам бюджетной сферы остальные пусть решают как хотят вот интересно еще есть результат этого опроса но помимо того что гуликов готов продать свой голос за 5000 обрати внимание никто его не купит а вот посмотрим посмотрим хорошо хорошо и так вот интересная тут динамика получается потому что в опросе левата центра приведены данные за 7 11 16 годы и так вот в 2007 году у нас 39 процентов избирателей считали что будет иметь место подтасовка результатов выборов местными или региональными избиркомами в одиннадцатом году эта цифра составляла 23 процента а в шестнадцатом году 21 процент еще из интересного в этом же седьмом году 26 опрошенных 26 процентов опрошенных считали что от выборов будут отстранены неугодные партии теперь это число 9 процентов что происходит происходит торжество пропагандистской политики первого канала больше ничего этого сказать не могу хотя на самом деле подтасовки имеют место быть на каждых выборах неугодные партии кандидаты тоже также отсеиваются на различных вот этих вот этапах которых становится все больше и больше да то там надо кито депутатов кито там на губернаторских выборах собирать какое-то согласие то надо кито там еще проходить всевозможные барьерчики переодолевать то сбор подписи а сбор подписи вообще безотказная штука да ну там у нас к Василий Алексеевич Киселев говорили же ему иди от какой-нибудь партии нет я пойду со моих движенцев все сбор подписей не прошел понимаешь Василий Алексеевич собрал безумное число подписей но вот и взяли и забраковали а забраковать то можно по очень многим поводам по причинам вот это все происходит партии ну вот у нас же как кто у нас вот фронт остался за пределами да условно говоря голосование кто там еще у нас патриоты или кто там еще у нас были выключены то есть от всех неугодных партий он происходит точно также а другое дело что люди к этому относятся вот им как говорят зомбоящики да или в интернете там также впихивают им все это в интернете работают не только независимые люди а государство тоже там активно работает вот поэтому сейчас нельзя сказать что люди которые сидят там они независимые не попадают под оправданы точно также попадают только более тонкой форме происходит вот такая интересная штука такая раздвоение сознания с одной стороны все знают что подтасовки есть а другой стороны отвечает на вопрос совершенно честно потому что больше больше доверяем нашей системе это ведь не только вопросе голосования вспомните ситуацию с Крымом когда одновременно провели опросы даже два вопроса взаимовосключающих люди совершенно справедливо отметились что да я вечер довольна тем что rightly и да мы совершенно уверены считаем что это было сделано неправильно То есть те же самые люди отвечали на вот такие вопросы. Это вот именно действие пропагандистского аппарата, оно таким образом сказывается. Вот. Ну вот еще из опроса Левада-центра интересные. Более третий россиян считает, что ходить на выборы бесполезно. Они плохо учили арифметику в школе. Вот что я скажу. А, вы учили лучше, да? Да. Я был отличник, да. Если уж речь идет о том, что за выборы все равно никто не платит, да? Если вам все равно никто не платит. Все мне заплатили, скажем, сказали, не ходи, я бы не пошел. Мне все равно никто не платит. Николай, какой вы меркантильный человек? Что делать? Жизнь такая. Жизнь такая. Вот. Но если ты уже решил, что ты не хочешь, чтобы победила та партия, которую ты не хочешь, ты как раз поэтому должен прийти на выборы. Потому что иначе она как раз победит. Это арифметическое действие, да? То есть когда ты не хочешь за выборы, ты голосуешь за победившую партию. Это все очень просто считается. Я не буду рисовать формулы, они не такие сложные. Поэтому если вы против устоявшегося порядка, вы просто обязаны поднять себя с дивана, встать, пойти и не испортить бюллетень ни в коем случае. Потому что таким образом вы тоже проголосуете за партию победителя, да? А проголосовать желательно за ту, которая партия идет второй. Таким образом вы реально отнимете голоса у партии, которая идет в лидеры. Вот. Это все очень просто. А не ходить на выборы, это значит просто голосовать за правящую партию. Ну, Николай, может быть люди считают, что вот как раз-таки там их голоса подтасуют, и какой смысл? Видишь, подтасовки имеют пределы определенные. То есть я понимаю, что те варианты, когда где в Мордовии или где-то было, там 146% избратья являлись на выборы. Они сейчас уже, конечно, не пойдут. Но в Мордовии тоже будет больше 100% было точно совершенно, но не помню, там есть 146%. То есть подтасовка имеет определенный предел. 100% бюллетеней нельзя подтасовать и фальсифицировать. Понимаешь? И поэтому, когда уже будет довольно-таки большое... Чем больше будет процент явки, тем интереснее будет картина, тем неожиданнее она будет, в том числе и для тех партий, которые себя уже считают победителем именно этих выборов. Ну вот, хочу я поговорить еще о прекрасном. Я не веду о том, как проходит кампания в других регионах. На сайте «Новой газеты» есть материал. Сейчас будет длинная цитата, но она того стоит. Я приведу несколько примеров. Вот, например, в городе Орле врачи районной поликлиники прямо на улице проводили обследование состояния здоровья граждан. И как раз по этому избирательному округу от «Единой России» в Госдуму баллотируется главный врач этой поликлиники. Вот еще один прекрасный пример. Тверская область, глава района и одновременно кандидат в Госдуму от «Единой России» участвовал в открытии площадки с мусорными баками. В интернете прекрасные фотографии, ленточка, четыре мусорных бака с цветочками. Подождите, подождите, у меня не все. Пока у нас есть эфирное время, я все-таки скажу, что есть прекрасный пример из Кировской области. Вы просто заслушаетесь. Глава Амутнинского района Владимир Друженьков разослал всем руководителям предприятий за своей подписью письмо с приглашением на встречу с кандидатом депутата Госдумы Рахимом Азимовым. И при этом указал в своем письме, что на встрече планирует присутствовать и у губернатора Кировской области Игорь Васильев. И разослал это письмо всем, все, естественно, кто же не хочет посмотреть на губернатора. При том, как пресс-служба любимого нашего губернатора сообщила, что в этот день губернатор был от Вятских Полянов. И он вовсе не собирался ехать в Магнитинск. Понимаешь? Мне кажется, наш Владимир Друженьков переплюнул многих из городов Орлов и прочих Белгородов. А вот подождите, про Пермь я вам еще расскажу. А, ну Пермь, да. Вы смотрели видео? Нет. Обязательно посмотрите. Значит, Пермь, детский сад. Единороссы устроили агитацию в детском саду с помощью аниматоров. Там, значит, фиксики и свинка-пэнки и черепашки-ниндзя проводили для детишек праздник. И они рассказывали про двух волшебников, которые приедут, сделают им подарки, чуть ли не прилетят на голубом вертолете и всячески всех облагодетельствуют. Так вот, эти два волшебника, два депутата, кандидатов депутата от Единой России, фамилии их произносили каждые три минуты на детском утреннике. Потом ребенок верет домой и скажет маму и папу, ну просто должны проголосовать за Должны. Я просто, понимаете, у меня слов не было, когда я смотрела это видео, то есть я поверить не могла, что вот можно до этого дойти. Это, между прочим, уже не на первых выборах с детьми работа такая идет. Так что это было и 4 года назад, или 5 лет назад, я не помню, да, только не в Перми, в каком-то другом городе, точно так же в детском саду работали с детишками. А что же в нашем-то Кирове такого? А ты уверена, что этого нет у нас в Кирове? У нас есть веселье своеобразное, просто оно не такое, может быть, не так ярко выраженное, без фиксиков. Ну вот и история с тем же вот Амутинским главой. Но это он просто проявил находчивость. Да, она говорит, тоже своеобразная находчивость, да, обеспечил явку навстречу, да, потому что, видимо, иначе она была как-то худовато, понимаешь? Ну самое смешное, я вчера беседовал с одним кандидатом, как раз от партии власти, не буду называть его фамилию, и тут подъемная кампания, все идет гладко, вот как ты говоришь, все идет гладко, спокойно, нормально. Вот он сидит и говорит, слушай, не нравится мне, как все это гладко идет. Ой, не нравится, чувствуя, что-то случится. Понимаешь, когда все хорошо, у человека, оказывается, возникает вот такой странный нервный зуд, и он начинает бояться того, что не может быть все хорошо. Что-то будет страшное, что-то страшное произойдет. Мне пришлось очень долго убеждать, что это не та страна, где что-то страшное происходит с партией власти. Ну разве что фиксики и свинка. Ну, свинки и фиксики, я думаю, тоже голосовали за правильную партию. Извините меня, просто это видео до глубины души задело. У нас с вами, как обычно, эфирное время кончилось слишком быстро. Это было особое мнение Николая Голикова. Я благодарю вас за эфир, спасибо. Юля, спасибо, все было очень весело. Эфир для вас была Юля Фанасия. Всего доброго и до свидания.